здравствуйте на канале это он тв программа разбор полета сегодня веду я михаил горин со мной в студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист марк горин здравствуйте высший суд справедливости израиля богат высказался наконец-то по поводу того как должны работать магазины в городе тель-авив по субботам во время шаббата когда все по идее должны отдыхать и не только по идее по закону дело в том что закон предписывает отдыхать еврею в субботу и вот нарушение этого закона был одним из главных доводов тех кто считал и требовал чтобы магазины по субботам в тель-авиве были закрыты и вот об этом мы поговорим и так коллеги богат высший суд справедливости высказался наконец по этому поводу правда высказался своеобразно он сказал что муниципальные власти в израиле достаточно сильны чтобы сами сами решать эти вопросы и эти проблемы ну я в целом я естественно не цитирую там они сослались на закон до секунд этому вернемся до к этого мы еще вернемся но в принципе главная идея была в том что муниципалитеты должны сами решать эти вопросы ну что это по сути дела революция революция смотрите я еще раз говорю что сказал богат это же не новая какая-то вот никогда не работали магазины в тель-авиве и вдруг сегодня решили пусть они начинают работать они давно простите я перебью чтобы быть точным богат высказался в том и опять-таки не цитата но суть следующая что работа магазинов и других торговых точек должна и может регулироваться муниципальными законодательными правильно значит решение муниципального совета муниципальный совет это высший законодательный орган для города они ссылаются на закон существующий к несета в котором написано что муниципальные власти городской совет могут принимать решение по поводу работы в субботу торговых точек на основании ничего они в общем то и работали когда им запретили если вы помните министр внутренних дел представитель шасс а реддери и сказал что нет давайте мы остановим работу они тогда подали богатство и вот значит они практически выиграли это решение что прекрасно потому что все говорят о тель-авиве город в ли а в саках для в саках город без перерыва он действительно живет 24 часа неважно это понедельник это шаббат или это среда и очень хорошо что ничего не изменится вот тогда действительно у нас сегодня что получилось статус кво который был он не остался на том же уровне поэтому никаких революции не произошло вот александр говорит революции нет ну закон он формален он же не может относиться только к тель-авиву или чему-то раз богатство остановил во всяком случае так подсказывает обычная юридическая логика постановил что каждый муниципалитет тогда в зависимости от состава населения интересов населения групп населения проживающих на счастье завтра допустим муниципалитет другого города решит полностью запретить вообще у себя работу по сумму по субботам торговых точек то тоже будет вправе получается 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 в данном случае ты говоришь о логике прецедентного права по идее да это действительно не революция это этап эволюции весьма такой у нас эволюции такой шатающий то туда то сюда шаг вперед два шага назад ну в общем то этап как бы правильного как бы воинничество направление я хочу обратить внимание в речи где-то высшем суде справедливости а не высшем суде религиозных приоритетов это речь от справедливости справедливости она предполагает что люди должны вот хочет он торговать он торгует не хочет торговать он не торгует нет ну это не совсем так извините богатство должен отслеживать решение соответствует ли ранее принятым законам только это нет не только а логику соответствует ли он основным законам государства это много чего отслеживает дело не в этом значит еще раз пытаюсь сказать значит русских есть такое четыре растения каждого города права каждый имеет свою голова есть некая приоритет мнение городского совета у него люди избирают своих представителей есть ли в том городе о котором ну к сожалению ты привел такой пример где так почему к сожалению какой-нибудь если логика высшего суда справедливости которая является просто верховным судом израиля говорит о том что каждый город если правильно понимаю я правильно понимаю каждый город соответствии со своими законами учитывая интересы своих своего населения вправе устанавливать правила работы торговых точек по субботам то это же не может распространяться только на муниципалитет Тель-Авива разумеется есть ли люди в этом городе которые ты прибудешь в пример избрали таких представителей которые как люди при деянии осознанно это делали могут принять подобное решение ведь людям такое решение удобно им просто эти торговля по субботам не нужна как скажем в этом в мясо риме ли в ней братья вполне возможно ну не надо и замечательно я бы сказал я пошел еще дальше и вообще поставил вопрос о городских референдумах у нас давно говорить идет о законе о референдуме вообще в принципе в стране и каждом городе и пусть решает население а муниципалитет или его исполнительные органы выполняют волю избирателей более того я знаю такую систему что есть города где действительно муниципалитет запрещает работать субботу торговым точками или например рестораном но есть которые работают и увеселительные заведения которые работают и стандартно за каждый шаббат они платят штраф но если сравнивать сколько они платят штраф и сколько они зарабатывают в этот день учитывая что они чуть ли не единственные в этом районе они считают что это их устраивает они платят каждый шаббат штраф и прекрасно существует и все знают что в этот город в том месте можно поехать причем я это помню в девяностом году когда я приехал приехал я фитахтыкву это город довольно таки но я бы не сказал религиозный но такой традиционный там все равно было место которое работало в шаббат и все знали куда можно пойти если что-то купить или посидеть потому что все знали что он вот такой он с полиции как-то решили я бы сказал что победили должен быть мудр есть и принято решение преимущественно вот как тель-авив освободить надо бы подумать что в этом районе есть и и шива или там в этом районе более более традиционное население и может быть там ограничить как-то этот вопрос подумать муниципалитет а если в каком-то другом городе принято решение так сказать в основном закрыть то надо видимо оставить какие-то места как вот понятно но во первых судя по всему . в этой истории еще не поставлена потому что уже высказался по этому поводу министр внутренних дел он же лидер партии шанс ария дэри он созвал срочное совещание результатов этого совещания мы еще не знаем в котором он как сказал что мы будем решать этот вопрос что теперь с этим делом высказался его коллега министр здравоохранения и представитель другой религиозной партии яков лицман который сказал что надо что-то делать чтобы как решить что как обойти решение богатцы по этому поводу что понятно что они сдаваться не будут и я не думаю что поставлен точка во всей этой истории я хочу вернуться все-таки к началу нашего разговора когда я сказал что можно ли считать это решение революционным я не оговорился я объясню почему я спросил но ведь сегодня получается или завтра на основании этого решения можно подавать иски и по поводу общественного транспорта работой общественного транспорта других вопросов взаимоотношения религии и общества захоронений бракосочетания и так далее ну ты затронул такую тему о которой пока не мере за те годы уже 27 лет я в стране с первого года мы об этом говорим все это проблема государства религия взаимоотношения мешают теперь муниципалитету самому решать вопросы обжать и надо надо правильно надо проверить закон как дружать за и министры транспорта надо проверить работа по субботу запрещал министр внутренних дел а служить не которого на хорошая ли господа министры это исполнительная власть есть у нас законодательная власть на уровне страны кнесет на уровне города это муниципальный совет вот надо смотреть что у них прописаны основной основные законы на уровне страны и на уровне это города проверить то что сегодня надо проверить какие законы по поводу транспорта. Если там написано, принят закон на уровне КНЕСЭТа, что транспорт в городе решает ехать или не ехать на уровне местного совета, то вполне возможно, они могут или разрешать, или не разрешать. Но если это транспорт межгородской, понятно, это надо принимать решение на более высоком уровне. Вот и все. И здесь ничего нового, поэтому, я говорю, не произошло. Как был статус-кво какой-то вот такой, как Малик сказал, динамическое равновесие, то мы сюда сдвигаемся, то туда. И вот каждый раз. Причем каждый раз религиозные пытаются сдвинуть немножко в сторону, и момент, когда они сдвигают, они тут же говорят, смотрите, хотят нарушить статус-кво, на нашу сторону перейти. Это примерно такая игра. Ну, я думаю, нормальный ход, это политика игровая. Но ничего, поэтому я говорю, ничего не произошло, как было, осталось все то же самое. Да, эта проблема будет, процесс будет идти. Я не думаю, что из-за этого у нас коалиция развалится. Если КНЕСС сможет провести новый закон, по которому запретят принимать решение на уровне муниципалитета, а министр внутренних дел будет однозначно принимать, это будет хуже, потому что с таким министром внутренних дел он возьмет и запретит. Давайте говорить прямо, мы уже переходим к политической окраске происходящего. Давайте говорить прямо и собственно религиозный стабильсмент, он не скрывает, он тоже говорит прямо, что дело не в Тель-Авиве и в его, так сказать, этих супермаркетах по субботам. Дело в прецеденте, у нас вообще прецедентное право. И вы представляете, что завтра сегодня Тель-Авиве, а завтра еще кто-нибудь захочет. Правильно, господа, вы правильно испугались, завтра все захотят, ну все, все, те, кто хочет, те, кто хочет, те захотят по-настоящему. Да, есть вид концертоннеля, можно подавать. И по поводу транспорта, и по поводу магазинов, и страшно сказать, по поводу гражданских браков. Да, можно и нужно подавать. Они цепляются за свои права, пока кто в доме хозяин. И все, проблема не в них. Проблема в том, что премьер-министру, который у нас уже, так сказать, традиционному нашему премьер-министру, удобнее сдавать им наши права, для того, чтобы они ему в то же время обеспечивали его присутствием в кресте премьер-министра. Господа, все это дело кончается. Народ умнеет. И результаты, так сказать, в узкой политике партии Яшатит, и реакция партии НДИ, и все это показывает, что хватит. Ну, тоже отдельная, другая тема. Это другая тема, но очень весьма... Хорошо, коллеги, большое спасибо за этими мнениями. В любом случае, пока что на данном этапе должно вступить в действие решения высшего суда справедливости о том, что муниципальные службы Тель-Авива будут сами определять, работать в Тель-Авиве магазинам по субботам или нет. Скорее всего, они работать будут, если, конечно, партнером от религиозных партий по коалиции сегодняшней в Кнессете и в правительстве не удастся это решение отменить. Ну, как говорится, поживем, увидим. Напомню, что со мной в студии были политолог Александр Цинкер и журналист Марк Горин. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.